Владивосток Погода сегодня в городе солнечная Сейчас вечер Продолжение следует... 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 Подводная лодка С-56, музей, мемориальный комплекс, вечный огонь там. Там наверху сопка Орлиное гнездо, вон за тем желтеньким домом. А возле этого дома, возле желтого дома там парк Орлиное гнездо, с которого тоже открываются замечательные виды на город. Продолжение следует... Здесь такие лавочки деревянные. А вот здесь вокзальчик, там можно взять билеты на морскую экскурсию или забронировать билет. Играет музыка. Играет музыка. Там стройка наверху музейно-театрального комплекса, или как он там правильно называется. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Музыка классная играет. Море, море, да. Море вот с левой стороны. Здесь установлен памятник Солженицыну. Он как бы выходит с какого-то судна на берег. Красный вымпел. Музей. Как раз сейчас объявление про экскурсии из динамиков звучит. Морские экскурсии. Приглашаю на регулярные автобусные экскурсии по Приморскому краю для сессий. Вас ждут парки Саварий Парк, Белый Лен и деревня Янунов. Обсерватория и прогулки. На авиационские водопады и три пляжа. Интересные познавательства будут все узнать подробности и приобрести лилитер в центре морского туризма. Бес, морские экскурсии. Освобан «Парк» Бес, морские экскурсии. Но сломан не только, расследование и гидрость. А там тут 10 лет. Компорт «Парк» Субтитры создавал DimaTorzok Там стоят пушки, которые стреляют в 12 часов. Полуденный выстрел звучит каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok А здесь паромная переправа. А вон там морской вокзал. И железнодорожный вокзал. В ту сторону. Вот такая вот красота. ДимаTorzok 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 Железнодорожный вокзал. Морской вокзал. Морской вокзал. ДимаTorzok 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 Визуальная прогулка Здесь Д send to у нас Усили down Ваши интерактивные программы она пропустит. Ну, да, то есть, я думаю, что вы уже знаете, зачем вы все здесь собрались, и сегодня мне предоставили честь быть ведущей церемонии, и как-то погружать вас в атмосферу города, набор вокзала, портовой истории Владивостока, и вообще портового какой-то души Владивостока. Мне было доверено сегодня на вашем постепенном сборе гостей, людей. Мне показалось достаточно забавным, когда мне сказали, вот у тебя есть точка, и давай что-нибудь расскажешь. Я думала, рассказать вам, конечно, в том числе про вокзалы, его архитектуру, которая достаточно интересная, это памятник уже модернизма. Кстати, вот. С другой стороны, это очень интересная задача, когда училась в школе экскурсоводов, а это было уже страшно сказать почти 10 лет назад, тогда был только первый набор школы экскурсоводов. Было там такое классное задание на креатив. Вот возьмите каких-нибудь два случайных слова, условно там, не знаю, вишенка и танк, и придумайте для всего этого рассказ, чтобы у вас это соединилось. Это в том числе задача, чтобы вы понимали, потому что экскурсоводу нужны какие-то связки между объектами, далеко не всегда они тематически действительно взаимосвязаны. Я в какой-то момент поняла, что раз уж у нас сегодня сегодня день города Владивосток, у нас сегодня день рождения, 164 код, у нас сегодня параллельно двойное, сразу двойная радость, двойное празднование, сегодня выпущен уже двенадцатый альбом под предписки «Владивосток», и что как ни порт, что как ни как портовая структура, есть главная цель, главная функция, главная миссия образования Владивостока, и я решила, что у нас с вами такая, знаете, небольшая прогулка, почти в 10 километров, по окружности бухты Золотой Рог. Не надо далеко ходить, вот, собственно говоря, там за военными корабликами прячется место основания. Я думаю, все знают, да, все были. 1860 год, 2 июля, да, тут уже лишний раз напоминать не надо, это сегодняшний день, был основан город, точнее, был основан тогда после Владивостока, и основан, конечно, в первую очередь для того, чтобы действительно владеть тихоокеанским побережьем, тут, наверное, скорее вот так было бы правильно, в том числе, что здесь востоком. И несмотря на то, что церковь сразу, что нам это ясно, что именно вот восток, то это очень огромная французская билет, которая делает, ну, и кулон, которые делают, ну, и кулон, и кулон, и кулон, и кулон, крепости, и, ну, и всего остального, но на самом деле, это огромная функция, которые сейчас не будут продолжать очень шире. Уже в тысячи осенью шоку я нахожу, город, ну, объявлен, условно, скажем, потом, и у нас начинается какая-то навигация активная. Более того, в 65-м году даже строится чем-то его удостоверение судно. Можно, словно, сказать, что в 61-м году, я думаю, это не будет сильно натяжкой, если сказать, что это было первое судно, в том, что мы быстро напускали. Это личный герарер, я хотела заверить численного, это взялся и не было. Потом были где-то тут специально для его создания, на Горьеву Губе Золотой создали мастерские и эмо, и потом начали активно строить еще и для других купцов и предпринимателей. Я думаю, что это все-таки первое, после того, чтобы переносить и доли нашего края, и до церкви на свободе. В общем, в 60-м году, можно сказать, что уже в 60-м году, не знаю, не местное сообщество, понимало, куда идет для нас еще с удовольствием, и извиняюсь, что только в 71-м году, только в 71-м году были решения переводить сюда все-таки сам по себе, что противня, которая, конечно, не вести обыске, очень серьезно определяет и вид города, и другое, двое города, которые в этом году, стоят в глазах, радуются эту квартиру в классах, спокойно светло, что когда-нибудь здесь на месте, зачем мы говорим, что здесь на месте. Вообще, это одна из из-за сопротивления благополучных логерсток, и мне на самом деле просто представляют, насколько обосделяющихся, потому что потом эти же вольные репутаты, эти же моменты, которые были, наверное, в городе каким-то причиной, как вы понимаете да за первым гражданским флотом нас начинает формироваться военный флот перевели сразу 25 кораблей 15 военная странная сопутствующая служба но перевели тоже таки знаете перевели не перевели то есть мы вот вам дали но мы еще вот подумаем и в общем еще где-то лет 10 по владивостоку ходили слухи что вот-вот куда-нибудь и снова не к нам и куда-нибудь в пассет или куда-нибудь в Ольгу мне кажется мне кажется тогда заложили вот ту самую до сих пор присутствующую психологическую травму владивостока ощущение как бы своего непостоянства своей временности вот нам сейчас сдали а завтра заберут но тем не менее все хорошо кончилось все хорошо кончилось порт оставили в 1880 году у него получил статус города окончательно все военное работ правительстве генерал-губернаторская сказала о том что слухи подобные распространяют никто иные как авантюристы и умышленники друзья дорогие давайте строится постоянную долговременную структуру порт остается более того именно восьмидесятом году мне даже надо кажется они предрекло ли это определенная функция у Владивостока если статус города на 28 апреля то буквально за две недельки до этого 12 апреля у Владивостока вышло такое назовем первое транспортно транспортно торговое судно у нас начинает функционировать доброфлот который все вы прекрасно мне кажется знаете очень рада что это название возрождено и снова радует глаз и не знаю на полках магазинах иногда в порту да своими вот этим кораблями но изначально доброфлот я думаю все знаете да добровольческий флот который занимался такой вот флотской торговым обеспечением тихоокеанского побережья который далеко очень всей страной складывались на эти корабли поэтому и корабли имели название в общем-то крупных городов там первыми были москва-со-петербург россии и потом докупались 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 доброфлот обзаводится тоже с непречайными стенками но тут я вам напомню военные всегда сильные военные всегда очень сильно не нравится что там где у них главный тихоокеанский флот не должно быть всяких вот этих странных гражданских лиц и все что связано с доброфлотом все что связано с развитием коммерческого порта все связано с развитием какой-то вот этой торговой структуры у нас пытается разлинуть куда-то вот туда туда на Чуркин не допуская в общем-то их присутствия где-то видимости военного флота застарυχение в общем-то и мы мы и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...